Вот сниму еще такое видео относительно тары для вешенки. Вот обратите внимание, после сбора урожая видим здесь плодовые ящики, в которых в основном продаются фрукты. И в них же мы собираем грибы, вешенку, значит, собираем. Смотрите, здесь ящик чуть поменьше, здесь ящик немного выше. Давайте посмотрим, сколько веса в каждом из этих ящиков. Здесь у нас тарина на ноль, и сейчас мы будем их взвешивать. Вот ящик тот, кто поменьше. У нас получился полный ящик, 4 килограмма 100 грамм. В среднем вес такого ящика приблизительно 350, где-то 370 грамм. То есть минус 370 грамм, здесь приблизительно 3 килограмма, где-то 750 непосредственно грибов. Ну, если их немножко плотнее чуть уложить, то может быть приблизительно сюда мы могли бы 4 килограмма упаковать. Но я не люблю именно, не люблю прессовать грибы, потому что если мы их даже сверху другой ящик поставим, они сломаются, и уже товарный вид будет потерян. И потребитель плохо относится к такому товарному виду. И давайте сейчас взвесим вот другой ящик, то, что немного больше. Вот. А здесь ящик, который больше по размеру, в него уместилось и ровно 4,5 килограмма. Я стараюсь так укладывать вот аккуратненько грибочки, что если мы поставим сверху другой, чтобы они не поломались. Чтобы потребитель мог взять в руки и приблизительно вот увидеть вот такую картинку. Эти вообще очень легенькие, мало было полива, очень сухие, и будут очень вкусные грибы для приготовления. Будет сильно такой грибной вкус. Вот. Значит, здесь получилось 4,5 килограмма, приблизительно 400, может чуть больше, 450 грамм может будет этот ящик. Значит, получилось 4 килограмма. В среднем мы имеем то, что такие фруктовые ящики можно упаковать около 4 килограмм, не больше. То есть, нужно рассчитывать, если рассчитывать на тару или перевозку, транспортировку грибов, то нужно учитывать то, что приблизительно в один ящик такой объем помещается приблизительно 4 килограмма. Учитывайте это в дальнейшем, когда будете планировать транспортировку и отправку грибов, то вот такой параметр, возможно, вам будет полезен. Мы из этого всего обязательно должны вот это что-то такое красивое приготовить. Вкусненькие, наверное, будут эти вешенки. Это штампы 80, то, что вы видите. По сравнению... Ну, хорошее освещение там... На 2-4 часа постоянно включены светодиодные лампочки, которые вообще не выключаются. Поэтому цвет очень такой приличный. Довольно-таки они красивые. Но здесь искусственное освещение, то плохо так видно именно их цвет. Но довольно-таки они получились серые. Вот и здесь хорошо видно. Довольно-таки серого цвета. Ну, хорошего качества грибочки. Так что что-то мы чуть-чуть приготовим. Ну, а остальное пойдет потребителю, который ждет, не дождется наших грибов. Спасибо. 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 Спасибо.